Комментарии британских читателей, пора уже сбивать эти российские самолеты. Дайл Эммайл, Великобритания Дайл Эммайл, Великобритания 21 апреля 2020 года Британская Дайл Эммайл опубликовала статью, в которой рассказывает о драматическом моменте, перехвате бельгийскими истребителями F-16 российских Су-24, Су-27 и Су-30СМ, которые были вооружены ракетами класса воздух-поверхности и баражировали над американским асминцем Дональд Кук в Балтийском море. Комментарии читателей, Яйман их надо было сбить. Юан 61 Если они были в международном воздушном пространстве, с этим ничего нельзя было поделать. Так из-за чего весь шум на Дуапив такое впечатление, что ничьи большие истребители не заходят в международное воздушное пространство. Ничь Чарва Икс Подумайте только, сколько топлива сжигают эти корабли и самолеты, и как это загрязняет окружающую среду. И все ради чего? Ради того, чтобы генералы могли притворяться, что им не нужна Виагра. Т-80 Т-80 российские самолеты, просто мишени для НАТО. Давай, Влад, ты все равно проиграешь, авиация НАТО намного сильнее. На Ширс как будто у мира проблем мало. Пора бы уже государством повзрослеть и вместе заняться преодолением кризиса. Ится у Ирт Уарлд вопрос в том, что американский авианосец, так в тексте, на самом деле речь идет об эсминце Дональд Кук. Примечание редакторов, вообще делает в Балтийском море. Уверен, что, если бы российский авианосец пришел в Атлантику, в международные воды, но недалеко от Нью-Йорка, американские самолеты и подлодки бы им всерьез заинтересовались. В общем, очередная псевдоновость для щекотания эго американских читателей. Билл П. Международное пространство. Это значит, что они имеют право там находиться и делать, что им заблагорассудится. Удивительно, что бельгийцы не сбежали. Галдугн 20 пора начать сбивать эти российские самолеты. Все равно русские не решатся воевать с НАТО, а то их раздавят за считанные дни. Укстер слава богу, у нас есть НАТО. Между тем Трамп старается его развалить на радость русским коммунистам. Интересно, почему материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ?